МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем больше калибр, тем больше достается мишени. Украина. Молоковоз слишком резко вошел в поворот, и жидкость внутри цистерны загуляла. А вместе с ней и грузовик. Шофер попутки еле колеса унес. Переворот. Оставляя молочный след, грузовик высекает искры из дороги. Они подожгли бензин, вытекший из бака. Автоцистерна вспыхнула. Водитель успел выскочить из кабины. Молочная река не потушила пожар. Сгорел грузовик на работе. Телезритель Александр снял в Подмосковье серьезную аварию. Врезался кто-то в правом ряду. Кто-то очень мощно врезался. На шоссе самосвал и разбитый рейсовый автобус. На месте катастрофы уже работают полицейские, пожарные, 8 бригад скорой помощи и медицинский вертолет. Израиль. Малолитражка шарахнулась из крайней левой полосы под попутный грузовик. Его шофер чудом увернулся от малютки. Настоящий профи. В Баку. Автобус притер попутку. Отъехал шофер, не глядя, от бордюра. И вот. Авария легкая. А пробка вышла. Серьезная. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Я тебя по телевизору покажу «Водить по-русски». Ну реально для РНТВ, ага. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. И на ровном месте случается всякое. Санкт-Петербург. Универсал протаранил на перекрестке паркетник. Его развернул, а сам на бок прилег. Пешеходы сразу передумали улицу здесь переходить. Хотя и шли на зеленый. Бийск. Легковушка остановилась на перекрестке с круговым движением. Водитель решил припарковаться. И сдал назад. В седан. Вылез из машины нарушитель и возмущается. Ты что, а не видел, что я паркуюсь? Нарушитель сам не смотрел, куда ехал. Теперь виноватых ищет на ровном месте. США. Патрульный остановил нарушителя. Драйвер открыл дверь и возмущается. Полицейский предупредил. Стой в машине. Стой в машине. Стой в машине. И водитель показал офицеру пистолет. Зря. Девять выстрелов не остановили водителя. Пошатываясь от ранений, мужчина целится в полицейского. Тот в последний раз спрашивает. Офицер снова стреляет. Водитель тоже. Но только один раз. Упал и выронил ствол. Патрульный приближается и докладывает по рации. Шоц файр. Студент Садбор. Студент Садбор. Шоц файр. Перестрелка на ровном месте закончилась трагедией. Смоленская область. По трассе просвистел седан. Вспахал сугроб и сбил столб. Ровное тут место. Было. Слепой водитель. Находка для жестянщика. Видео от телезрителя Марка. Из города Кировск. Мурманской области. Иномарка пятится задом с парковки у магазина. Бац! Бьет седан в передний бампер. Не протер водитель ни очки, ни зеркала в своей машине. Санкт-Петербург. Шофер паркетника поменял ряд и подрезал машину телезрителя Сергея. Вот и получил сослепу прямо в бок. Новосибирск. Иномарка схлопотала при повороте на перекрестке. Помеха справа? В общем, да. Но оба подслеповатых водителя ехали на желтой. Республика Беларусь. Гомель. Иномарка повернула налево. Попутка за ней. А водитель остановился и сдал назад. Ударил три раза. Зачем он вообще назад поехал? Повернул не туда. Возвращение вышло весьма ремонтоемким. Было или не было. Сейчас посмотрим. Республика Беларусь. Республика Беларусь. И тут же врезалась в чью-то корму. Даже коптер с трудом пробивается сквозь эту пелену. На шоссе месиво из фур, автобусов и легковых машин. Обочина полыхает огнем. Машины горят? Нет, это крестьяне подожгли сорняки на своих огородах вдоль дороги. И таким нехитрым способом парализовали оживленную трассу. Колхозники! Что тут еще скажешь? Ульяновск. У телезрителя Дмитрия главная дорога. Но он стоит. А как тут не стоять, если по дороге самолет поперек едет? Сейчас он его быстро утащит туда, в аэропорт. Кто-то поедет, а кто-то и полетит. Машина не самолет. Взлететь не может. Ленинградская область. Водитель минивэна решил обогнать тихоходную попутку на заснеженной трассе. Газанул и отправил автомобиль в занос и придорожный сугроб. Кульбит вышел знатный. Лихач подрезал одну фуру и врезался в зад второй. Рикошетом закрутился на встречную полосу. Шофер встречной машины увернулся от лобового удара. Кто так делает? Так делают только безбашенные гонщики. Подмосковный Серпухов. Черный бумер пролетел на красный свет и врезал внедорожнику. А потом отлетел в бордюр. Полицейские и врачи скорой помощи почти одновременно прибыли на место аварии. Уезжать домой всем пришлось на эвакуаторах. Дорожное знакомство не всегда приятное. Телезритель Андрей из Ростова-на-Дону работает водителем троллейбуса. А шофер этой иномарки работает поперечником. Захотел повернуть и полез на выделенную полосу. Угодил под троллейбус Андрея. Нарушитель осмотрел помятую машину. А чего тут смотреть? Приехал поперечник. И пассажиры троллейбуса тоже приехали. Кемеровская область. Морозный туман над трассой Ленинск-Кузнецкий-Белово. И вдруг иномарка вынурнула из тумана. Загнала на сугроб автомобиль, который ехал по главной дороге. Москва. Седан перестроился перед поворотом и встал в среднем ряду. Водитель попутки затормозил прямо в тормоза. А у тебя включен был? Да, да. Но он перестраивался. И собственно. Странный был маневр. И аварийный. На проселочной дороге водитель повстречался с кабаном. Кабан попался не из пугливых. Но когда шофер газанул, дикий свин пустился на утек. Свернуть с дороги мешают сугробы. И тут водитель не рассчитал дистанцию. Волшебный пендель помог Сикачу найти выход из колеи. Чем короче дистанция, тем больше счет за ремонт. Санкт-Петербург. Телезритель Антон на секунду отвлекся. А впереди уже образовался кроссовер. Екатеринбург. Водитель иномарки разогнался. А впереди фургончик притормозил. Была дистанция. Докончилась. Гонщик свернул в стоящую машину. Одного пощадил, другому бок замял. Телезритель Александр вместе с женой едет по трассе Скандинавия. Едет и не быстро, и не медленно. Дистанция до попутки нормальная. Была. Стой! А, ***! Мамочки! Мамочки! Паркетник затормозил перед аварией. Александр затормозил в паркетник. Вот тебе, мамочка, и дистанция. Скользкие улицы, иномарки целуются. Челябинск. Машина поскользнулась и шесть в отбойник. Срикошетила в попутный кроссовер. С разворота ударила и сама же бампер потеряла. Пермский край. Машина разогналась и вошла в скользкий поворот. Ох, 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 ох. Ёд! Что это? Вылетел с дороги седан в сугроб. Едва в снегоуборщик не попал. Занесло автомобиль на подъеме. В снежный бруствер на обочине. Хорошо, что встречных машин не было. Выбрался из сугроба и дальше поехал. Ижевск. Машину занесло. Пострадал пешеход. Водитель пытается оправдаться. Сырая дорога. Сырая дорога. Ошипованная резина на асфальте сыром, как себя повела. О том, что эксплуатация автомобиля с ошипованной резиной в летний период у нас запрещается. Вам известно или вы от меня первый раз слышите? Нет. Здесь есть причина, почему она у вас находится. Я не понимаю. Так себе отговорочка. Пешеход всегда прав? Видео от телезрителя Андрея из Ростова-на-Дону. Пассажир выскочил на ходу из автобуса и врезался в припаркованную машину. Рухнул, как подкошенный. Водитель вышел посмотреть и увидел человека в глубоком нокауте. Телезритель Александр остановился у пешеходного перехода. Собака собралась улицу переходить. Песик убедился, что переход безопасен и пошел своей дорогой. Я думал, я тут переходил. Алматы. Мужчина в одних трусах бегает по дороге. Всех у нас тут. На машины кидается. Человек запрыгнул на капот иномарки. Долбит ветровое стекло. Эй, дурак, что делает? Лобовое разбил. Буйный пешеход уже выбрал новую цель. Водитель не стал связываться. Объехал. И люк. Загорается. Отдыхал терминатор недолго. Еще одну машину поврезем. Никто не хочет попасть под горячую руку. А боковое зеркало попало. Вот тогда и не выдержал шофер. Врезал. Одним ударом свалил гиганта с ног. Успокоили человека. Вот что Хук животворящий делает. Москва. Мужчины бегут через улицу в неположенном месте. Один остановился, второй упал. Под машину. Водитель затормозил, но все равно переехал ногу. Теперь мужик долго не будет бегать. Особенно где попало. Их учили ехать вдоль. А они норовят поперек. Москва. Внедорожник влез в соседнюю полосу. Подрезал попутку и тут же лишился заднего фонаря. Поперечник не согласен. Но против регистратора не попрешь. США. Зеленый свет загорелся на шоссе. Машины поехали. Байкер тоже. А слева поперечник. Чейзус. Всех в кучу собрал. Мотоциклист отбежал от места аварии и прилег на газон, чтобы отдышаться. Поперечник проскочил на красный. Чейзус. Испания. Переезд закрыт, а водитель пикапа упрямо лезет на рельсы. Поезд сбил поперечника. Протащил на сотню метров, сбивая высоковольтные столбы. Жуткий салют человеческой глупости. Магнитогорск. Старушка переходит улицу, где ей вздумалось. Телезритель Николай возмущается. Ох, популянция. Блин, ты лет дороги на красный. Блин, ты куда? Столько лет пробыть, по сбору. Да, не везде старикам у нас дорога. А только по переходу. Кубань. Такси протаранило и перевернуло на крышу иномарку. Таксист первый пришел на помощь водителю, который должен был его пропустить. Повороты на дороге случаются. И даже с переворотом. Квадроциклы штурмуют крутой подъем. Один взлетел соколом, второй встал колом на вершине. И перевернулся. Оп, оп, оп. Едва не накрыл наездника и покатился кубарем вниз. Докувыркался до собрата. Вот это был полет. Чего, Филипп, ты теперь звездаешь? А сейчас все сел? Да. Сейчас все Костян починит. Да, и поедем дальше. Москва, иномарка, повернула на перекрестке и угодила поднять ложку. Она ехала на красной с проглесковыми маячками и сиреной. Однако шофер иномарки все равно повернул под скорую. Лада выехала со второстепенной и согнала на обочину легковушку. Нарушитель тут же обогнал попутку по встречной полосе и свернул через сплошную разделительную. Сам подставился. Попутка вмазала Ладе уже на обочине. Отлетела и снесла пандус. Блин, ты насос! Что делаешь, дура? Ты что делаешь? Пассажирка выскочила из Лады с маленьким ребенком на руках. Женщина возмущается, а ей вторит муж. Что, блядь, 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 блядь. Вот это поворот. Лихой деревенский водила за полминуты умудрился дважды грубо нарушить правила и рискнул жизнью своей семьи. Не по-русски это. Универсал протаранил хэтчбэк, полетел дальше и срубил столб. Он разворачивался, а тот спешил. Вот теперь ни тот, ни другой не будет спешить. Оба ехали на желтый и оба стали безлошадными. Дорожные склоки – последнее дело. Республика Адыгея, город Майкоп. Иномарка повернула на красный. И водитель гуднул – имей совесть. Совесть? А что это? Шофер иномарки догнал по встречной полосе мнимого обидчика и стал теснить. Учитель заблокировал дорогу. Пришлось объезжать по встречной. Педагог не унимается. На светофоре учитель снова перегородил дорогу и вместе с пассажиром вышел разбираться. Пьяные и очень опасные начали крушить чужую машину. Водитель не стал связываться. Объехал машину с пьяными хулиганами. С такими кадрами должны беседовать кадровые полицейские. Уфа. На остановке один шофер маршрутки ударил слегка автобус второго. И началось. Пожилой водитель кастерит молодого Борзова, а тому трынь-трава. Пожилой водитель не унимается. Схватил хлыст из кабины и бросился за обидчиком. Пассажиры наблюдают за развитием событий и уже готовы вмешаться. Хлыст пошел в дело. Не успокаиваются водители. Два водителя выясняют отношения и перегородили автобусами полдороги. Не по правилам это и не по-нашему. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». О-о-о! Я водить по-русски в эмоторе. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Не догнал? Догоняй! Новый Уренгой на светофоре желтый и черная иномарка вылетела на перекресток. Срезала белому седану полморды. Ушла на тротуар и сбила пешехода. Полет снаряда остановился в гроб. Пешеход, к счастью, отделался испугом и синяками. Нижний Новгород. Водитель зевнул и врезался в автохвост на светофоре. Собрал паровоз из трех машин. Шофер по путке ушел на соседнюю полосу, а там тоже едут. Машина ударилась в заборчик. Не будь заборчика, могли пострадать люди на автобусной остановке. Челябинск. Новичок на Ниве разогнался и налетел на бордюр. Прыжок, удар в столб и двойной кувырок. Затормозила Нива на крыше. Видео от телезрителя Станислава из Казахстана. Водитель хэтчбека в конце автоочереди на светофоре решил, что ему срочно надо повернуть налево. Водитель хэтчбека выехал на встречную обочину и даже левый поворотник включил. А ему навстречу иномарка. Какая-то пепелька. Там баранка. Прямо владижник. Это длинноватый. Молодец. Еще назад. Ага, и так приехали. На ровно месте. Чтобы доехать туда, куда собрались, ведите свой автомобиль по правилам, а себя по-русски. Ваш видеорегистратор включен? Тогда счастливого пути. Субтитры создавал DimaTorzok